Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Законопроект о выплатах мамам первенцев в Кировской области рассмотрят уже в январе. Документ предполагает, что женщинам, родившим первого ребенка после 1 января 2024 года, будет доплачиваться ежемесячно до средней зарплаты по региону с учетом других пособий, которые они получают. На данный момент сумма средней зарплаты 38 200 рублей. Других пособий на ребенка в среднем по подсчетам каждая женщина получает по 20-25 тысяч в месяц. То есть, по прогнозу Минсоцразвития, средний уровень доплаты составит 14 700 рублей. На данный момент направить из бюджета на это предполагается 200 миллионов. Деньги в 2024 году будут получать порядка 2,5 тысяч кировчанок. Выплачивать их будут до достижения ребенком одного года. Более 12 тысяч пассажиров обслужили в Победилово в новогодние праздники. Самым популярным направлением в дни с 30 декабря по 8 января стала Москва. К слову, улететь в столицу вечером 31 числа можно было за 999 рублей. В целом, как рассказали в областном министерстве транспорта, пассажиропоток Победилово в последнее время постоянно растет. В 2023 году впервые за последние 30 лет он превысил отметку в 400 тысяч человек. Сейчас улететь из Кирова можно по пяти направлениям. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нарьянмар. В 2024 году добавится еще 4 новых направления. В эфире «Экономика». Киров оказался на первом месте в стране по росту цен на аренду жилья. Цена за съем однокомнатной квартиры за 2023 год выросла в полтора раза. Сейчас средняя стоимость аренды такого жилья в Кирове – 17 200 рублей. Снять двухкомнатную квартиру можно за 21 тысячу. Это на 44% больше, чем годом ранее. Аренда трехкомнатных квартир подорожала на 78%. Средняя цена в месяц – 34,5 тысячи. При этом в среднем по стране за год ставки на однокомнатные квартиры поднялись на 22%, на двухкомнатные – на 19%, на трехкомнатные – на 15%. Отмечают аналитики портала «Мир квартир». Основная причина подорожания аренды в Кирове – сокращение объема предлагаемых для съемок квартир. Спрос при этом вырос, так как из-за высоких цен на жилье многие предпочли его снимать, а не покупать. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.